В уютном хулиган-доме с самого утра витает сладкий запах карамели. Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов вместе с ребятами учится делать леденцы. Процесс творческий, но не терпящий промедления. Остывая, карамель перестает быть пластичной и сделать красивый леденец из нее трудно. Эти мальчики и девочки из Павловского детского дома внимательно слушали инструкции и результат превзошел все ожидания. Первый леденец, вуаля, аплодисменты, вот у нас такая шикарная бабочка получилась. Каждый участник мастер-класса сделала по шесть разных леденцов и вот такое красивое и полезно карамелизированное яблоко. Особый интерес изготовления сладостей вызвала у воспитанника Павловского детского дома Эмиля. 13-летний мальчик уже решил, что хочет стать поваром или кондитером. У меня есть уже такая мысль, что хочется. В виде класса все готовится. Очень интересно. Как новый, как будто из магазина. Сделать изготовление сладостей профессии также хочет 16-летняя Светлана Голубева. Она пришла на мастер-класс вместе с мамой. Голубева попали в непростую жизненную ситуацию. В хулиган-доме они частые гости. Все мероприятия, которые здесь проходят, это какие-то вообще волшебные мероприятия. Абсолютно невероятные. И все люди здесь счастливы. Больше всего мне тут нравится, потому что очень хорошая атмосфера. И дышится легко, и находится легко. Уходить совсем не хочется. Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов также подготовил для ребят игру «Пришельцы объясняют». Более интересный аналог всем знакомого крокодила. К слову, опыт общения с детьми у Сергея Баринова огромный. Он многодетный отец. Воспитывает трех сыновей школьного возраста. Пошло, покажи слово. О! Классно! Проект уникальный. Его надо развивать. Мы здесь для того, чтобы как раз в свою частичку внести в этот хулиган-дом. И детям дать возможность эти альтернативы почувствовать. И показать им, как можно жить иначе. Встреча прошла в рамках проекта «Выходные со смыслом». Он продлится до конца мая. Каждую субботу и воскресенье в хулиган-дом будут приезжать группы из разных детских домов. Встречать их там будут видные неравнодушные нижегородские политики и общественные деятели. Готовят для них развлекательную программу с мастер-классами, походами в театр и кино, играми и спортивными завалами. Бешеная популярность с обеих сторон. И со стороны тех, кто хочет научить детей, и со стороны самих учреждений. У нас уже были несколько детских домов. Здесь первый интернат был, Чкаловский детский дом. Сегодня здесь у нас дети из Павловского детского дома. Также у нас будут школы-интернаты, в которых учатся семейные дети. Также у нас будут здесь дети, которые находятся в социально-реабилитационных центрах. Первый в России центр наставничества для подростков хулигандом открылся в Нижнем Новгороде меньше месяца назад. Основная идея – показать подросткам альтернативу неправильному поведению. Научить, в кавычках, хулиганов проводить время со смыслом, отказавшись от вредных привычек. Кирилл Васенин, Юлия Калинина, Валерий Шакуров. Время новостей.